Приветствую вас, и ответ на такой вопрос, который задали вы, мне бы хотелось дать очень осторожно, чтобы не задеть ваши чувства, чтобы не обрубить вашу надежду, но постараться показать, насколько ситуация реальна. Ваши метания, ваши переживания очень понятны, и понятно, почему вы не можете принять конца ситуацию, понятно, почему вы пребываете в неопределенности относительно того, какой выбор сделала ваша женщина. И я могу понять, почему вы хотите, чтобы мы помогли вам, потому что вы сами боитесь ответа, и вы не хотите принять этот ответ. Поэтому вы пишите в надежде, что мы дадим вам другой, который покажется вам более привлекательным, который бы в большей степени ответил бы тому, чего вы хотите, а не то, что есть на самом деле. К сожалению, чего хочет женщина на самом деле, о чем она думает и что к вам чувствует, можно лишь гадать. А поскольку гадать означает играть на ваших чувствах, я бы не стал этого делать. Но есть факт, от которого нельзя отмахнуться. Если бы женщина хотела быть с вами, она бы сразу после того, как с вами начала встречаться, после того, как заблестили ее глаза, моментально сказала бы мужу, что уходит от него и что она больше не хочет с ним быть. Она этого не сделала. Она скрывала от него вашу связь. И возникает вопрос, почему она это делала? Что заставляло ее скрывать вашу связь от супруга? Ведь если она его не любит, а любит вас, то естественно, желая быть с вами, она бы спешила порвать от супруга всякие отношения. Но она этого не сделала, не порвала. И значит, что бы там ни было, что бы она к вам не чувствовала, что бы она не ощущала и чего бы не хотела, с супругом ей спокойнее, определённее, более надежно, защищённо и прочее. И как женщина, стремящаясь к стабильности, она не хочет променять это на новые отношения с вами, которые пусть и несут более духовные нагрузки, больше духовные нагрузки, более яркие и искренние, чистые, может быть, но всё же не определённые. Она не знает, что ждёт её с вами в будущем. А вдруг влюблённость пройдёт и с чем она останется? Вы её бросите, а она потеряет то, что имела. То есть семью, достаток, обеспеченность и прочее. И она этого, возможно, опасается. Комфорт и разрешённость для неё на первом месте. Она не готова броситься в умутные определённости вместе с вами. И вот это является самое главное. Это является определяющим фактором в этой ситуации. Что бы она к вам не чувствовала, этого недостаточно для того, чтобы что-то менять в своей жизни и её жизни. И соответственно вам необходимо понять здесь, что раз она не готова с вами рискнуть ради отношений, раз комфорт и стабильность для неё важнее, чем чистота и искренность отношений, это её выбор. И при таком подходе вы для неё стали глотком чистого воздуха, свежего воздуха. Вы вновь подарили ей жизнь, вновь дали ей возможность почувствовать себя, может быть, женщиной, может быть, девушкой. Ведь с супругом она чувствует себя женой. А это не всегда одно и то же. И вы провели счастливые мгновения в своей жизни. И она, и вы. Это хорошо. Но она эти мгновения воспринимала в контексте себя. Она не любит вас настолько, что бы стремиться ради вас, ради вашего счастья. Ведь когда человек любит другого, он хочет ему счастья. Она не стремится быть с вами. Она думает о себе. Значит, её чувства не настолько сильны. Значит, их не хватит для того, чтобы построить нормальные отношения. И вам, чтобы понабрасну не терять своё время, свои нервы, свои силы и энергию, лучше оставить её с этим выбором, там, где она сейчас. Оставить как человека слабого и немножечко трусливого, который боится рискнуть ради своего счастья. В пользу комфорта. И жить дальше. Идти дальше. Понимая, что встречаться с замужней женщиной можно. Но только в том случае, если сразу после того, как она осознает, кто вы для неё. Реально будет бросать своего супруга и начнёт бракорасходный процесс. Только в этом случае имеет смысл связывать свою жизнь с замужней женщиной. В остальных случаях, осознанно или нет, они используют мужчин для реализации своих потребностей, которые с мужем по какой-то причине не удовлетворяются. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok